Сирийский кризис продолжается уже более годы. За это время, по данным ООН, все стороны конфликта потеряли убитыми свыше 8 тысяч человек. Последние дни принесли новые сообщения о крупных терактах. Некоторые городские кварталы выглядят как место полномасштабных боевых действий. Мои коллеги видели это своими глазами. Пожарные уже закончили работу, но возвращаться в свои квартиры решаются немногие. Верхняя часть дома выглядит как после многочасовой осады. Взрывы и перестрелка начались в 10 вечера и продолжались всю ночь. На улицу было страшно выйти. Боевики засели там, наверху. Перед этим в районе Аль-Мизи бандиты атаковали несколько блокпостов, но получив отпор, были вынуждены отступить. Боевики, судя по всему, планировали укрыться именно здесь, но уйти незамеченными, вероятно, им так и не удалось. Солдаты преследовали бандитов. Этаж за этажом в этих квартирах на верхнем этаже жилого здания следы перестрелок повсюду. Укрытием боевиков стали сразу несколько квартир обычных горожан. В каждой из них сегодня следы пожара и разрушений, но по счастливой случайности никто из мирных жителей серьезно не пострадал. На полу гранаты и автоматные рожки. Бандиты оборонялись всю ночь. Штурмовать здание солдаты не решались. Могли пострадать мирные жители. Жильцов нижних этажей удалось эвакуировать в подвал соседнего дома. Те, кто оказался с бандитами на одном этаже или выше, стали заложниками по неволе. Нас набило здесь человек 20 из четырех соседних квартир. Пока к нам на этаж не пробились военные и не вывели нас на чердак, мы сидели на полу кухни и ванны. Эту квартиру, по данным военных, боевики сняли месяц назад, но до сегодняшней ночи внимания соседей к себе не привлекали. Когда же началась стрельба о том, что происходит этажом выше, многие жильцы узнали из теленовостей. Окруженные бандиты дозвонились в прямой эфир одного из телеканалов. Одного из стрелявших, Мухаммеда Аль-Шамима, услышали по телевизору. По спутниковому телефону он позвонил в студию и начал рассказывать, что военные убили 80 мирных жителей и ранили еще 200. Сплошное вранье. Их тут было всего пятеро и все вооружены до зубов. Вооруженные бандгруппы в Сирии не в силах противостоять армии, все чаще используют террористические приемы и методы. За субботним двойным взрывом в Дамаске последовал аналогичный Валеппо. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. Минувшей ночью в Хомсе войска снова отбивали атаки на блокпосты и правительственные здания. Уже на рассвете террористы подорвали автомобильный мост неподалеку от города Дыраа. Эта дорога связывает Сирию, Сыордании и Саудовской Аравии. Скорость движения по трассе упала. Часть пути приходится ехать по полю. Военные говорят, что мощность взрывного устройства составила тысячу килограммов тротила, не меньше. Моста, как не бывало, бетонные опоры и два огромных перекрытия взлетели на воздух, словно игрушечные. Военные соглашаются рассказать подробности случившегося, но просят не называть своих имен и не показывать лиц. Люди в форме для бандитов сейчас цель номер один. Мы дежурили в возле соседнего переезда. Нас сначала обстреляли, мы начали преследовать боевиков и здесь сами чуть не попали в ловушку. Взрыв раздался почти перед нами. Наш бронетранспортер даже подбросила. Дорожные рабочие сейчас сооружают грунтовую насыпь. Движение по временной переправе обещают восстановить через неделю. Капитальная же перестройка моста займет не меньше месяца. Антон Панмалёв, Игорь Казаченко, Первый канал, Сирия.